дорогие друзья всем привет приветствую всех на своем youtube канале вашему вниманию предлагается лот под названием ZAS 968M 1983 года выпуска пробег у него 10300 километров значит автомобиль был приобретен в музее владимира гарнина владею я запорожцам уже два года за все это время что я сделал я поменял все реле которые здесь были поменял кнопку за звонка и значит сейчас необходимо не открываются механизмы стекол видимо от старости уже я купил новые но пока их еще не установил мы пробовали что-то у нас не получилось папа не стало его теперь надо как-то эти с этим разбираться вот соответственно вот такой вот автомобиль спереди я так понимаю что-то было подкрашено но я ничего не делал сразу говорю это не я это не мои подкрасы это видимо хозяин дедушка видимо что-то он здесь с этим делал соответственно есть от него колпаки родные сейчас я вам тоже покажу но дело все в том что они были покрашены какой-то черной краской я пытался эту краску смыть она не смывалась пришлось зачистить колпаки в итоге стали царапаны я покрасил их белой краской куда-то я подевал от нее болты вот куда болты я не знаю вот он такой вот но колеса немножко грязные потому что у меня гараж там сыра но не то что сыра земля и вот видимо надо будет помыть здесь все вот сам двигатель да ну по самому двигателю понятно все чистенько здесь все вот вот релюшечки все я здесь поменял вот вот такой вот автомобиль а значит к продаже он вот от него колпаки я покрасил их в белый цвет чтобы они не ржавели дальше вот где болты не знаю вот в таком вот он виде здесь вот есть небольшие такие уже вот этот мои подкрасы но это по-дебильному я сделала замазка немножко уж там немножко чтобы дальше не ржавела потому что мне какое-то время стояла на улице но не долго а нет вот этой хром полосы она у них половина была отогнута отломана половина я ее снял целиком надо искать где-то хром полосу ну и это несложно ее можно купить в принципе тот кто хочет иметь себе в коллекцию запорожец да ну какой-нибудь человек я думаю что с таким пробегом он его возьмет под шаманит и если его прямо вот довести до ума здесь особо много вложений не потребуется прямо довести его до ума может быть даже целиком его можно и облить в принципе я думаю это вполне себе достойный автомобиль посмотрим что в салоне а вот здесь вот единственная была проблема небольшая была здесь дырочка потому что мне сказали что он стоял в музее и вот в это место капала вода и здесь проржавела но мне вот сосед по гаражу здесь сделал вот такую вот ну как бы заварил такую сделал заплаточку вот здесь теперь она здесь вот заплаточка потому что снизу затекала вот туда вода но здесь я периодически открываю смотрю что там не было воды все просушиваю вот это конечно Немножко ковролин порван Но он такой и был Ну вот такой вот руль, чехольчики, коричневый салон Здесь немножко у меня это надо протереть Машина зиму стояла Ну гараж такой не сильно сухой, но и не сильно сырой Вот багажничек тоже был с ним Стоимость данного автомобиля, ребята Ну, сейчас может кто-то скажет, что я немножко попутал Но ретро-техника сейчас слишком дорогая Вот, стоимость такого автомобиля составляет 150 тысяч рублей Я считаю, что это по-божески Потому что я вижу автомобили за 100 тысяч рублей Да, вот видите, немножко цвет спереди отличается Видимо, что-то здесь было подкрашено Что, я не знаю Мне уже это никто не расскажет, и я об этом не узнаю Но вот за неимением большинстве своем Он в большей степени в родной краске Что говорю, продают за 100 тысяч запорожец У которого пробег уже там за 80 И он, конечно, такой пожеванный И вот люди хотят за него 100 тысяч Здесь, я считаю, за 150 это вполне адекватная цена Сразу говорю, ребята, без торга Торга нет абсолютно от слова совсем Потому что мне нужны будут деньги на приобретение другого автомобиля Причина продажи, объясню Всю жизнь мечтал о запорожце Приобрел запорожец, поездил Понял, что не мое от слова совсем Не мой это автомобиль, в том числе и папа тоже мой Когда в свое время с мамой доставали по блату 968 Только вот в цвете охра золотистая Он тоже год на нем поездил И понял, что ну не его это автомобиль А так, в принципе, вот он, как есть, пожалуйста Сейчас вот немножко я проведу диагностические работы Потому что снизу там что-то стало Немножко так, какие-то появились посторонние шумы Вот мы потом заедем на эстакаду Посмотрим, что там и что это такое И с чем это едят Потому что я с подвеской как бы здесь не знаком Надо будет с этим всем разбираться А так, в принципе, вот я в прошлом году ездил два раза на выставки Вот я в основном езжу на нем только на выставки Больше он у меня не едет В основном, в большей степени стоит в гараже Поэтому, кого заинтересует То, соответственно, пожалуйста Также, возможно, отправка в другие регионы Пожалуйста Но по договоренности То есть, соответственно, сначала мы все это обговариваем Куда и когда и зачем И, соответственно, вы оплачиваете автовоз Вот Ну и, естественно, мы оформляем все документы онлайн Я, правда, не знаю, как это делается Но вроде как, насколько я знаю, существуют какие-то специальные люди Которые вот этим занимаются То есть, они оформляют все документы там с переводами денег Ну, чтобы не было ни с моей стороны Но с моей этой стороны не будет Это вот тоже здесь немножко красочка Надо, конечно, его, по идее, подкрашивать Но я этого ничего не трогаю Потому что в большей степени он в родной краске Там уже специальные занимаются люди Которые вот этим, чтобы не было киднеппинга Ни с одной, ни с другой стороны Но с моей стороны никакого киднеппинга, конечно же, не будет Вот Деньги получаю на карту Автомобиль тут же отправляю Я могу все это делать в режиме онлайн Тут же автомобиль я даже своим ходом доеду до автовоза Там его погружу Если кому-то надо в другой регион отвезти, пожалуйста Вот 150 тысяч рублей, пожалуйста, ребята Кому интересно Вот Пишите в личные сообщения Договоримся Все обсудим Кто из Питера, тот может приехать вживую, конечно же, посмотреть Но, естественно, только если вас интересует покупка Не просто так приехать, посмотреть, поинтересоваться У меня не музей А именно просто вот что-то, советский ретро-чемодан Вот А просто чтобы Если кто-то заинтересуется к покупке, пожалуйста Вот такой вот автомобиль Еще раз повторюсь ЗАЗ 968М 83-го года выпуска Пробег 10300 Цена 150 тысяч рублей Кого заинтересует Пишите в личные сообщения Либо в комментариях И, соответственно, мы с вами все обсудим Все Всем большое спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал Ставьте лайки И всего самого наилучшего Пока-пока